Делаю выходной день, потому что многие любят присутствовать в режиме онлайн. Собирайте, собирайте. Сегодня будет очень интересная тема. Мы будем говорить про фрукты в рационе. Вопрос, крайне интересный вопрос. Друзья, у меня могут быть какие-то проблемы с интернетом. Надеюсь, их не будет. Поэтому периодически давайте мне, пожалуйста, какой-нибудь сигнал о том, что меня хорошо видно, слышно. Мы будем проводить сегодня в формате живой дискуссии наш вебинар, наш прямой эфир. Это значит, что я расскажу тему, постараюсь сделать это достаточно ёмко, кратко, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Пока вы собираетесь, немного поболтаю. На прошлой неделе пропустила прямой эфир. Я готовила запись мастер-класса «Как похудеть без подсчёта калорий». Прошёл он отлично. Запись есть. Кто ещё не слушал, тот обязательно должен послушать. Расскажите, пожалуйста, если кто-то здесь есть из тех, кто уже прослушал этот мастер-класс, уже попробовал и применил технику и упражнения в жизни, как у вас дела? Работает ли вообще? Расскажите, пожалуйста. Мне очень интересно. Мне нужна обратная связь. Потому что в чём особенность работы на сопровождении? Почему я всё-таки не ухожу в групповые тренинги и программы? Потому что вы всё послушали, послушали, а применить в жизни, конечно, не применяйте. Быстро очень мы сдуваемся, быстро мы забываем. Вот поэтому и я работаю с клиентами длительно, и каждый день, каждый день, каждый день, по несколько раз в день я вот так вот, вот так вот. Вот как у тебя дела? Как у тебя дела, когда уже она там, значит, колбасу на этот, на хлеб, а я тут, значит, это, привет, Оля, как дела? И Оля тут уже это, вспомнила о том, что она, собственно, на здоровом питании, солёной коготковой. Вот, поэтому я, конечно, верю в силу сопровождения. Но ввиду того, что я одна, клиентов у меня не может быть одновременно очень много, потому что, ну, мы буквально расстаёмся только на время сна. Вот, ввиду того, что я не могу помочь всему миру, я вот провожу такие мастер-классы и, собственно, для вас выхожу в прямой эфир. Вот, ещё очень важный момент хочу, чтобы вы понимали, что у каждого эфира, у каждой темы есть своя какая-то целевая аудитория, для которой я эту тему рассказываю. Моя целевая аудитория. У меня есть две категории клиентов. Это люди, которые совершенно со здоровой психикой, им просто нужно сбросить, набрать или поддерживать здоровый вес. Есть люди, у которых есть какая-то форма расстройства пищевого поведения, компульсивное переедание или неклинические формы анорексии, булимии. Это совсем другая аудитория, да, чтобы вы понимали, для кого и что я говорю, для кого что полезно, для кого что не полезно. Вчера мне вечером написала запрос на почту девушка, у которой лишний вес. И вот она мне пишет, что «Алё, у меня, в отличие от ваших клиентов, нет расстройства пищевого поведения, я набрала вес на медикаментах». На что я ей ответила. Вы знаете, сегодня такое время и такая среда, инстаграм-среда, когда нам всем буквально из каждого утюга говорят о том, что у нас расстройство пищевого поведения. Поверьте моему уже многолетнему опыту работы с людьми, на самом деле это не такая распространённая проблема, как об этом говорят. Большинство женщин совершенно со здоровой психикой, но они просто любят поесть. Вот понимаете, у нас эволюционно, эволюция создала нас такими, что поддерживать вес, здоровый вес нам очень тяжело самостоятельно. Почему многие клиенты от меня не уходят, например, и кто-то работает со мной годами? Ну, потому что это должна быть достаточно высокая степень самоорганизации, самоконтроля, постоянно бороться со своей биологией. И здесь не всегда замешана психология так глубоко, чтобы говорить о каком-то расстройстве пищевого поведения. Зачастую проблема лишнего веса – это банальное переедание. И не всегда это имеет какие-то глубокие психологические причины. Поэтому сегодня у нас прямой эфир. Мы будем говорить про фрукты в рационе людей, которые снижают вес со здоровой психикой. Да, сегодня, если у вас анорексия, если у вас булимия, если у вас, не дай бог, там какие-то компульсивные переедания, которые диагностировали, да, почему, когда ко мне приходит клиент. У меня огромный список подготовки к диагностической консультации, где помимо медицинских анализов и обследований, клиенты заполняют еще определенные опросные листы. И я должна быть убеждена, что там нет РПП – расстройства пищевого поведения. Вот, если вы здоровы, эфир для вас будет интересно, будет круто, будет очень-очень полезно. Пожалуйста, напишите мне сразу, чтобы мы с вами были все-таки на одной волне, какая цель у вас. Вы снижаете вес, вы поддерживаете вес, вы набираете вес, какие у вас отношения с фруктами, едите, не едите, боитесь, не боитесь. Вот максимально подробно рассказывайте мне про себя. Я буду в конце обязательно отвечать на все вопросы и, конечно, буду периодически заглядывать, что вы мне пишете. Друзья, прослушать мастер-класс по тому, как худеть без подсчета килокалорий, у меня в профиле моего инстаграм есть ссылка на топлинк. Там записи всех мастер-классов, там всевозможные мои услуги и как записаться на консультацию. Пожалуйста, не ошибайтесь, когда записываетесь, указывайте правильно почту. Это просто классическая проблема, с которой мы сталкиваемся. Буквально каждый день. Так, сейчас, что вы пишете? Поддерживаю вес, снижаю, не могу отказаться от фруктов, от рафинированного сахара смогла отказаться, снизить вес. Люблю и не боюсь фруктов, очень люблю фрукты, сейчас хочу похудеть. Вес снижаю, фрукты люблю, ем немного, поддерживаю, но 1-2 килограмма сбросила бы, фрукты очень люблю. И именно они, корень зла, в моем случае фрукты, кроме ягод, не ем. От многих вздутия. Ой, со вздутием надо решать проблему, ну как же жить без фруктов? Обожаю фрукты, всегда ела в неограниченном количестве. Не часто, чуть контролирую. Хочу вернуть свой вес после дефицита длительного. Набрала 3 килограмма и никак не могу снова сбросить. Пыталась на тысячи... О, кошмар какой! Ну, слушайте, ну, правда, послушайте мой хотя бы вот вебинар, как похудеть без подсчета калорий. Ну, это такая вот... Вот буквально только утром я проводила консультацию, у меня была девушка на консультации, которая не может похудеть на 800 калорий. И реально в ее дневнике вообще нет никакой еды. То есть это не миф, да? То есть бывает, что люди что-то не учитывают, но нет, я посмотрела дневник. Но человек настолько реально убил свой метаболизм, настолько убил, что нам, конечно, предстоит серьезная работа, потому что мой принцип – надо есть. И мне человека надо будет кормить для того, чтобы... Ну, это, конечно, грамотная стратегия, грамотный рацион, определенный, соответствующий. Понимаете, можно и на тысячу калорий наедаться, объедаться. Можно на тысячу... Ну, я не буду уходить, это другая тема. Но, правда, не теряйте время. Снижение веса, фрукты и ягоды по сезону ем, снизить вес, снижаю, фрукты люблю, срывы вечером на рафинированный сахар. Ягоды к данной теме относятся сейчас именно про фрукты и ягоды. Мы про все сегодня. Ягоды и яблоки люблю, скинула пару килограмм. Добрый день, хочу похудеть на 10 килограмм. Так, снижаю фрукты, ем как десерт. После основного приема пищи люблю добавить больше фруктов. Маргарита, Маргарита. Маргарита моя будущая клиентка. Ну, уже, уже. Друзья, ну что, приступаем. Значит, большинство из вас снижают вес. Значит, я для вас сегодня и буду эту тему, собственно, раскрывать и вещать. То есть, параллельно просто рассказывайте вообще. Спасибо большое. Прям вот прям. Ален, слушаю вас с удовольствием и балдею. А я балдею, когда я вижу в ваши сердечки такие прекрасные слова. В мой адрес мне приятно. Можно я по этому поводу выпью прекрасный чай? Мне, кстати, совсем недавно стало пить чай. Друзья, я, кстати, сегодня еще не завтракала. У меня сейчас консультация ранняя утренней. И вот сразу к вам в эфир. Поэтому чаем спасаюсь. Вот, ну, поехали. Итак, фрукты. Давайте начнем с того, что фрукты в рационе тех, кто снижает вес, это вообще отлично. Давайте отпустим все эти глупости, всю эту чушь, которая идет от специалистов нетрадиционной медицины про брожение, про гниение, про фруктозу, опасную для нашей печени. Фруктоза действительно для нашей печени не хороша. Но когда мы говорим о фруктозе, да, которую по наивности многие покупают почему-то продающуюся в отделах для больных диабетом у нас в супермаркетах, эта фруктоза действительно не является не то что хорошей. Это ужаснейшая, самая отвратительная, которая только может быть в природе, замена сахара. Это вот та фруктоза, которая продается в пакетах. Это та фруктоза, которую мы можем видеть на пастиле, например, на которой будет крупными буквами написано без сахара, а мелкими будет написано фруктоза. Вот это вот зло, это реальное зло для нашей печени. Это фруктоза действительно метаболизируется в печени, фруктоза действительно может приводить, избыток фруктозы может приводить к нежировому гепатозу печени. Действительно она крайне опасна. Но фруктоза, которая содержится во фруктах и ягодах, связана пищевыми волокнами, клетчаткой. Это совсем другая фруктоза. И фрукты это не только фруктоза. Фрукты это и сахароза, фрукты это и глюкоза, фрукты это и фруктоза. Ещё раз, мы не говорим о чистой фруктозе. Мы говорим о фруктах. Мы не говорим о фруктовом соке. Мы говорим о цельных ягодах и плодах. В рационе тех, кто снижает вес фрукты и ягоды, это наше спасение. Вы знаете, когда мои клиентки говорят о срывах, о переедании сладким и так далее, первое, на что я обращаю внимание, ещё раз, первое, на что я обращаю внимание, это что она ест. Потому что в основном наши срывы и переедание сладким – это неправильно составленный рацион. Это абсолютно точно. Конечно, в формате вот такого прямого эфира я не дам вам персонифицированной схемы. Это всё очень индивидуально. Успешно худеют и поддерживают вес только те, чьё питание персонифицировано. Но это правда. Это не потому, что я хочу, чтобы вы все стали моими клиентками. Это просто правда жизни. Но общие ошибки, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание, это нехватка сложных углеводов в рационе, это нехватка фруктов и ягод в рационе. Вот она боится съесть арбуз, вот она боится съесть черешню, вот она боится съесть яблоко, потому что начиталась специалистов в Инстаграм, которые рассказывают все эти ужасы. Пришла вечером с работы, сорвалась, ела торт «Наполеон». Фруктов боюсь, на сладкое срываюсь. Фрукты и ягоды помогают снижать вес, потому что они помогают предупреждать наши срывы на сладкое. Фрукты и ягоды – это самый классный, самый доступный нам с вами десерт. Не надо исключать фрукты и ягоды из рациона. Я настаиваю, чтобы мои клиенты ели фрукты и ягод. Я буквально заставляю их есть фрукты и ягоды. Что мы должны исключить из списка фруктов и ягод, которые не помогают худеть? Конечно, сухофрукты мы исключаем. Это вообще концентрированные фрукты. Мы должны это понимать, поэтому там очень много сахара. Нет, они не помогают снижать вес. Бананы, виноград и авокадо – это вот те фрукты, которые не лучший вариант для тех, кто снижает вес. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это. Обязательно. Это не значит, что бананы и виноград есть не стоит. Это значит, просто надо их есть с пониманием и с осознанием, что это достаточно калорийные фрукты. Достаточно калорийные фрукты. На секундочку, авокадо содержит в зависимости от сорта порядка 250 килокалорий на 100 граммов. У меня есть клиенты, которые совершают просто вот губительную ошибку. Вот у нее большой лишний вес, огромный лишний вес, часто бывает очень большой лишний вес. И она ест так называемый полезный авокадо, а есть такие крупные авокадо. Один авокадо может весить 300 граммов. Это на минутку уже там будет 750 килокалорий. И она не ест арбуз, потому что она убеждена, что в арбузе много сахара, и от него она наберет лишний вес. Давайте проведем небольшое сравнение. В 100 граммах арбуза 25-27 килокалорий. 100 граммов авокадо эквивалентны килограмму арбуза. Килограмму арбуза. Авокадо содержит в основном жиры. Обидная правда для снижающих вес. Жиры не помогают снижать вес. И первое, на что стоит вам обратить внимание, когда вы снижаете вес, это на жиры в вашем рационе. Жиры быстро устраиваются. Жиры не дают хорошего чувства насыщения. Не дают. У них очень низкий специфический динамический эффект. Очень низкий. В отличие от сложных углеводов и белков. Поэтому, когда у вас на кону стоит выбор, съесть килограмм арбуза или 100 граммов авокадо, подумайте хорошо. Просто подумайте и сделайте свой осознанный выбор. Съесть 100 граммов авокадо или съесть полкило черешни. Что выбираете вы? Следующий момент. Для тех, кто снижает вес. Еще раз. Гниение, брожение, вздутие и так далее. Если это ваша история, значит, это проблема индивидуальная ваша. И вам нужно решать проблему с кишечником. У меня есть такие клиенты. Есть клиенты, которые приходят с запросом, мне нужно снизить вес, но у меня есть определенные проблемы с кишечником. Тогда мы выбираем то, что у нас в приоритете. Нельзя одновременно решать несколько задач. Очень сложно одновременно решать проблему инсулинорезистентности, проблему железодефицитной анемии, проблему синдрома раздраженного кишечника и при этом снижать вес. То есть мы выбираем ту боль, которая для нас на данный момент наиболее острая, наиболее больная боль, и работаем с ней. Если у вас все хорошо с кишечником, то вам в принципе, и вы не снижаете вес, у вас все хорошо, то вообще не парьтесь. Вот ключевой, не парьтесь с руками, вот приехала в деревню, на дачу, хоть засни между грядками с клубникой, хоть ложись под вишневое дерево, пусть муж трясет, и тебе эти вишни гроздями в ротик падают. Когда угодно, сколько угодно, что угодно, если у вас нет никаких проблем. Если вы снижаете вес, ключевое правило, очень важное правило, как есть фрукты и ягоды при снижении веса. Первое. Ни в коем случае не надо есть их натощак. Фрукты, ягоды до натощак, съеденные на голодный желудок, повышают тягу к еде, усиливают аппетит. Многие отмечают. Я не теоретик. Девочки, я практик. Я практик. Я работаю с людьми, причем работаю с людьми не на расстоянии, не отвела группу, отправила. Находится на моем индивидуальном сопровождении. Это значит, каждый день, много-много раз на дню я собираю обратную связь от конкретных людей. И я знаю, что очень-очень у многих съеденное в перекус яблочко вызывает бешеный аппетит. И съеденное в перекус яблочко приводит к тому, что в обед она переедает, или в ужин она срывается на кучу сладкого. Фруктовые кислоты раздражают стенки кишечника и повышают аппетит, усиливают тягу к еде. Это факт. Поэтому не надо начинать день с фрукта. Еще почему не надо? Ну вот, понимаете, у вас, к примеру, спланирован обед. Обед стройнеющий. У вас там кусок телятины или кусок куриной грудки. У вас бурый рис какой-нибудь. У вас нарезан салат из овощей, капуста, морковка, свекла. Сельдерей. Любимый наш овощ. Вкусно ей бы было. И хорошо ей бы было, если бы перед вот этой куриной грудкой и сельдереем она бы не съела полкило черешни. Но после черешни как-то совсем печально выглядит эта куриная грудка. Как-то грустно становится уже на нее смотреть. Ешьте фрукты и ягоды на десерт. После приема пищи. Это просто замечательно. И даже если у вас диабет второго типа, во-первых, белок, который был в рационе, во-вторых, все равно были какие-то жиры, были сложные углеводы, у вас уже не будет такого резкого повышения сахара в крови. Эти сахара из фруктов будут всасываться очень медленно. И вы получите прекрасное удовлетворение. Еще почему после еды? Переедание фруктами натощак – это прям вот классика жанра. Если вы приехали на дачу и легли под куст смородины, не позавтракав, конечно, весь этот куст смородины вы съедите. По той же самой причине. Потому что фрукты вызывают тягу к еде, потому что фруктовые кислоты раздражают стенки кишечника, и вам хочется больше, 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 больше. Если перед этим вы прекрасно позавтракали, съели свой омлет, съели кусок хлеба с сыром, вы скорее вовремя сможете притормозить. Вероятность того, что куст будет съеден не весь, а хотя бы половина, выше. Выше. Поэтому учитывайте этот момент. Следующее. Сколько можно есть фруктов в день? Сколько можно есть фруктов в день? Друзья, Всемирная Организация Здравоохранения дает нам рекомендацию, чтобы в нашем рационе было полкило. Это реально так. Смотрите, если вы не снижаете вес, еще раз, если у вас все хорошо, потому что всегда найдутся те, кто напишет, почему вы говорите, что нужно есть после еды, а у меня нет никаких проблем, а у меня нет лишнего веса. Друзья мои, если у вас все хорошо, у вас нет лишнего веса, нет никаких проблем, пожалуйста, хоть торт Наполеон, лицом в него прям можете упасть сегодня после этого прямого эфира. Ради Бога. Я даю информацию сегодня для тех, кто на этапе снижения веса по объективным причинам. Итак, даже если это вы, то граммов 400 в день фруктов и ягод, кроме, еще раз, сухофруктов, бананов, винограда и авокадо, вы можете спокойно съедать. 400-500 граммов абсолютно спокойно. Если в этих фруктах, ягодах меньше 30 килокалорий, пожалуйста, хоть килограмм. Килограмм арбуза запросто. Обязательно, можно даже сказать. Килограмм какой-нибудь, полкило какой-нибудь черешни, если вы разделите, замечательно. Но не надо вот так вот в одно лицо, в один присед съедать. Разделите. Учитесь растягивать удовольствие. Разделите этот килограмм арбуза на приемы пищи на десерт. Разделите эти мандарины, если это там зима, да, мандарины, по два в прием пищи. Разделите эту черешню по 150-200 граммов на десерт. Если у вас есть проблема лишнего веса, если есть склонность к отекам, то да, наверное, не стоит все-таки есть в последний прием пищи перед сном. Опять же, если у вас есть эта проблема. Если вы не съедаете, не снижаете вес, вот я не снижаю вес, понимаете, я могу в 10 часов съесть спокойно в 10 часов вечера сколько угодно фруктов. Вот сколько угодно, понимаете, вот много очень меня снимали stories, видео, когда мы отдыхали в Арабских Эмиратах, как мы садились в Арабских Эмиратах. Муж у меня просил шеф-повара просто нам пополам две половины большого арбуза, и мы сами его разделывали и ложкой буквально там по половине там съедали, а то и целой в ночи. Я не снижаю вес. У меня нет проблем с инсулином, у меня нет проблем с лептином. Я могу себе позволить что угодно и когда угодно. Если вы снижаете вес, то бывает такая история, что съеденные на ночь фрукты дают утром плюс 200, плюс 300 граммов. Это не жир, но все-таки, возможно, это задержка воды, возможно, это углеводный отек, что угодно, но неприятно, когда ты снижаешь вес, это не очень приятно, поэтому клиентки мои, кто на этапе снижения веса, у нас определенные есть, их очень много всяких вот способов, которые я использую. С каждой клиенткой индивидуальному подбираем определенную стратегию и там, конечно, много нюансов. Ну вот общий такой вот момент, но обратите просто внимание, как у вас идут вечером фрукты. Не всем. Не всем это безопасно и без последствий проходит. Так, что еще? Что еще важное нужно сказать про фрукты и ягоды? Задавайте вопросы, сейчас скоро перейду. Это касается не только сладкого, это касается любой еды и фруктов в том числе. Если вы сразу купили 3 килограмма черешни, высока вероятность, что вы сегодня же эти 3 килограмма черешни съедите. Не будет лишним лишний раз прогуляться до магазина. Это будет вам полезно. Вы и физическую активность, да, подключите, и избежите вот этого риска переедания. Купите себе полкило черешни на день, на следующий день пойдете и купите еще полкило. Даже тема с арбузами, даже тема с арбузами, и сейчас, благо, во многих супермаркетах и половинки арбузов, и четвертинки арбузов продаются. Можно, можно покупать небольшим количеством. Делите на всю семью. Не надо сразу много. Дойдете до магазина купить. Это и сладкого касается. Это всего касается. Я даже вот такие вот даю рекомендации своим клиенткам. Покупайте маленькими объемами. Покупайте маленькими объемами. Не надо. Знаете, у меня был случай реально вот совсем недавно. Клиентка сказала такую вещь, что реально ей было стыдно. То есть на консультации клиентка говорит, мне было стыдно, когда я дала ей рекомендацию, ну, не покупайте упаковку сырков, купите один глазированный сырок, спокойно его съешьте. Она говорит, мне на кассе стало стыдно, когда у меня продавщица спросила, что только один. И тут она говорит, у меня сработало вот это из моего раннего детства комплекс бедноты, комплекс нищеты. Мне услышалось, как будто бы меня вообще вот просто унизили, что у тебя нет денег, купить вот, значит, несколько глазированных сырков. Ты что, нищая, покупаешь один глазированный сырок? С фруктами это будет та же история, особенно если вы покупаете их на рынке, там у продавщицы будут глаза. Как? Только 300 граммов? Да я тебе скидку сделаю, купи у меня 3 килограмма. И тут, знаете, у нас вот это вот нищее советское детство. Как? Мне вот, меня буквально сейчас подчеркнули, что у меня нет денег. Ах, да, я сейчас, сейчас я его покажу. У меня что, нет денег, 3 килограмма купить, я 5 куплю. Вот какая я, вот не надо. Девочки, давайте будем проявлять свою платежеспособность в других каких-то ситуациях. Не надо. В отношении еды не надо. Будем контролировать вот это свое, вот эти свои комплексы точно. Лучше завтра вы пойдете на этот рынок и купите у этой продавщицы еще 300 граммов черешни, докажите свою платежеспособность, хоть каждый день к ней ходите и желательно пешком. Поэтому не покупайте много. Покупайте ровно столько, сколько вы планируете съесть сегодня. Еще важное про фрукты. Про фрукты, ягоды. Во-первых, сейчас сезон. Рекомендую наморозить. Наморозить. Да, если не удается, не избегайте в зимний сезон, покупайте замороженные ягоды и фрукты. Это очень полезно, это всегда нас спасет. Горсти замороженной черной смородины очень часто спасает нас, моих клиенток, от падения в пищевую пропасть. Бывает, бывает, что это прям нас сильно выручает. Фрукты и ягоды спасают нас, когда мы печем и готовим. Они сильно понижают калорийность выпечки. Это надо учитывать. Это надо учитывать. Вот кто же у меня клиентка есть, любимая Наталья. Привет, если вдруг будете слушать. Тоже прослушала мой мастер-класс в субботу. И вот вчера она делала себе фруктовых, ягодных желешек, мы с ней обсудили. Все, вопрос по-сладкому закрыла. А фрукты спасают нас, спасают нас от падения в углеводную, вот эту вот ком. Они буквально спасают. Понимаете, вот бывают такие срывные моменты, когда вот клиентки мои отмечают, что, ну вот, я вроде бы села за стол и планировала съесть одну конфету. Одну конфету. Очнулась мешок уже, целый пакет пустой. Вот у кого бывают такие ситуации, пишите, отмечайте. Вот, девчонки, если вы очнетесь, и у вас чашка пустая, в которой была черная смородина, и вы по одной таскали, это будет точно безопасней. Это будет иметь меньше последствий. Меньше придется нам разгребать бед, бед ваших наделанных вот этого, в состоянии впало, впало в сахарную кому. Поэтому фрукты и ягоды, и десерты на их основе могут нас спасти. Могут нас спасти. Поэтому запасайтесь, пожалуйста, сейчас ягодами, особенно теми, в которых меньше 30 килокалорий, меньше 50 килокалорий. Это наше с вами самое важное спасение. Я сказала самое важное. Так, значит, мы не перекусываем фруктами, ягодами, мы не едим их натощак. Мы едим фрукты и ягоды на десерт после приема пищи. Мы не покупаем много. Мы делим большой объем на несколько приемов пищи. Мы, наверное, не едим фрукты перед сном. И мы используем фрукты и ягоды в качестве подсластителя. Я специально записала, чтобы ничего не забыть и все самое важное вам сказать. Получилось, мне кажется, емко и понятно. Теперь я перехожу к вашим вопросам. Вопросы по теме. Спасибо большое за ваши сердечки. Во-первых, они дают мне понять, что вы меня хорошо слышите и видите. Я крайне всегда за это переживаю. А во-вторых, мне просто, просто по-человечески приятно. Так, не в тему. После МК последнего, после этой практики чувствую себя заколдованной. Теперь я эти продукты не хочу. Олесь, да, да. Практика действительно в мастер-классе очень хорошая. Я рекомендую всем, кто слушает и будет слушать мастер-класс, делайте каждый день. Делайте каждый день. И вы научитесь реально. У вас вот это нет будет всплывать вообще на уровне автоматизма в самой провокационной ситуации. Когда вы окажетесь просто в плену провокаторов на каком-нибудь праздничном застолье и перед вашим носом будут просто вот трясти этим тортом Наполеон, вы вообще не заметите в какой-то момент своей жизни, как вы совершенно спокойно откажетесь от него, вообще не делая никаких усилий. Но эту практику надо проделывать ежедневно. Слушаю вас и рада. Я покупаю 500 граммов и ем. Каждый день хожу за ними. Елена, вы молодец. Елена, вы молодец. Алена, люблю ваши утренние эфиры. В какие дни, в какое время вы их проводите. Лио, Оля. Я стараюсь выходить в прямой эфир хотя бы раз в неделю, как правило, среди недели. Но я хочу, чтобы мои дорогие друзья, вы понимали. Прямые эфиры для меня это дело добровольное. Это не моя работа. У меня очень много клиентов на сопровождении, у меня очень много планов по записи мастер-классов и вебинаров, которые являются моей работой. Поэтому мои прямые эфиры это дело добровольное. Это потому, что я хочу, реально хочу спасти весь мир и делаю я это бесплатно. Поэтому никакой программы, никакого конкретного времени у меня нет. Я вас просто призываю быть внимательными и бдительно следить за моими сторис. Я за сутки, примерно за сутки, всегда вешаю анонс. Много эфиров в записи на моем канале в Ютубе. Я вам рекомендую подписаться на мой Ютуб-канал, подписаться, чтобы вы не пропускали уведомления. Там висят все эфиры, которые более или менее мне понравились и более или менее получились. Оксана, что за практика? Где ее можно купить? Оксана, уже несколько раз в течение этого эфира я сказала, что есть у меня мастер-класс «Как похудеть без подсчета калорий». Ссылка на него. И здесь вот ассистент в ее прилагал. И ссылка есть в шапке моего профиля. Вот там есть этот мастер-класс и там эта техника. О канале не знала. Много чего не знают мои читатели. Пожалуйста, ссылка в шапке профиля. У меня есть и сайт, у меня есть и Телеграм-канал, у меня есть и Ютуб-канал. С нетерпением жду новых мастер-классов. Юлия, уже готовлю, уже готовлю, может быть, в августе выстрелим с новым. Мы уже учитываем фрукты в общий калораж при снижении веса. Если съем полкило черешни, значит, я должна скорректировать эти калории за счет других углеводов в рационе. Наталья, конечно, конечно, калории играют огромное значение. Мы набираем вес от избытка калорий. Фрукты содержат калории. Фрукты это не вода. Конечно, мы должны их учитывать при снижении веса. А я после практики наоборот два трюфеля съела, хотя раньше одного хватало с Шибанова. Возможно, у вас все-таки есть какие-то признаки расстройства пищевого поведения. Возможно, они есть. И тогда нужно работать с психологией. Почему в начале мастер-класса я сказала, что он крайне на определенную целевую аудиторию? Надо подумать, почему у вас так. Возможно, на вас сработала какая-то форма запрета. Возможно, вы как-то неправильно делали эту технику. У меня есть клиентки, с которыми я один на один проделываю эту технику, и мы разбираем именно ошибки. Возможно, для вас сработало это как запрет. Как запрет. Тогда здесь уже другая история. Возможно, у вас богатый диетический опыт. К сожалению, не знаю, не знаю. Я морожу ягоды. Если много, я их быстро в морозилку, а мороженые много не сгрызешь. Вот хорошая, правильная идея. А можно фрукты на завтрак после основного приема? Или можно ими позавтракать? Оксана, я очень четко, мне кажется, в этом прямом эфире сказала, что не надо есть фрукты натощак. Не надо. Если вы стремитесь снижать вес, смузи пить можно? Какие? Я не люблю смузи. Смузи это баловство. Если вы не снижаете вес, хоть отпейтесь. Вы должны понимать, что соки это вообще все, это сразу фруктоза, которая вам в печень идет прямиком. Здравствуй, жир. Проблема ожирения сегодня, это не моя фантазия, это исследования многочисленные, это вот эти сладкие напитки. Если вы прям вот очень хотите чем-нибудь себя таким побаловать, то по крайней мере перетирайте, взбивайте вот в этих шоковые, шнековые, шнековые соковыжималки, чтобы сохранялась мякоть, сохранялись пищевые волокна. Но вы должны понимать, что лучше фрукты есть, зубами грызть. Смузи это все-таки баловство, это баловство. А я всегда говорю, мне надо попробовать, если понравится, куплю больше. Тоже хороший ответ. У меня от фруктов плюс, но я их много съедаю. Ну, как вот на мастер-классе, Олесь, да, я говорила, в принципе, я тебе говорю, лучший показатель, лучший контролер это весы. Вот, лучшего ничего нет. Если вес растет, значит, что-то делаю не так. Вот, если у моей клиентки я вижу, что вес растет, значит, мы начинаем искать, где и в чем кроется вот этот вот подвох. Эндокринолог разрешает только триабриткоса, иутерокс влияет на разрешенную дозу фрукта, лишних 10 килограммов от фруктов сразу разносит. я не знаю, что у вас, какие показания, значит, я, насколько понимаю, эндокринолог, значит, у вас какие-то щитовидная железа или сахарный диабет. Моя рекомендация, поменяйте эндокринолога, у меня клиенты с сахарным диабетом второго типа, от которого, кстати, мы излечиваемся в процессе работы. Сахарный диабет второго типа, это обратимое заболевание. Многие переживают за инсулино-резистентность. Инсулино-резистентность это не следствие лишнего веса, это причина. Не надо лечить инсулино-резистентность. Поверьте, в процессе грамотной работы, в процессе подбора персональной стратегии снижения веса и сахарный диабет, и инсулин все это решаемо. Если у вас гипотириоз, гипотириоз, я не знаю, что у вас, и вы на гормонозаместительной терапии, и вам эндокринолог грамотно подобрал дозировку, то нет, щитовидная железа и проблемы с дисфункцией щитовидной железы вообще никак нам не мешают снижать вес. Я вам это говорю как практик, у которого очень большой опыт работы с клиентами, у которых и диабет второго типа, и инсулино-резистентность, и проблемы с щитовидной железой. Просто обратитесь к грамотному специалисту. А зачем перекусывать? Я не знаю, этот вопрос не ко мне. Чем тогда правильно перекусывать? Елена, вот правильный вопрос, а зачем вообще перекусывать? Ешьте нормально, чтобы не было необходимости перекусывать. так, что делать, если проблема с кишечником, брожение и газы? Записывайтесь на консультацию. Я, к сожалению, не экстрасенс. Спасибо, я буду спать под вишней, это про меня. Хороших вам снов. Так, меня два яйца и полавокадо насыщают гораздо лучше, чем куча арбуза. белодонна. Я не говорю о том, что арбуз должен насытить, и им нужно заменить прием пищи. Я вам лишь сказала, что многие не обращают внимания, когда, например, боятся съесть арбуз, но не боятся съесть авокадо. Вот о чем я говорю. Конечно, конечно, яйца, авокадо и кусок зернового хлеба это прекрасный завтрак. Это прекрасный завтрак. А на десерт к этому завтраку можно вполне себе добавить арбуз. Так, по поводу жиров с вами согласна. Ничего себе, а сколько раз слышала, что без жиров насыщения не будет. Друзья мои, вот опять, каждый слышит что-то одно. Я не сказала, что нельзя есть жиры. Я об этом вам не сказала. насыщает сбалансированный прием пищи, в котором есть и белки, и жиры, и углеводы. Но, когда вы съедите ложку, например, оливкового масла, где 150 калорий, я думаю, что вы ею не наедитесь. И, например, если вы съедите на эти 150 калорий какой-то другой еды, скорее всего, вы наедитесь. Понимаете, о чем я говорю? Жир жиру рознь. 150 калорий из ложки растительного масла едва ли вас насытят. Вот о чем я говорю. Я говорю о том, что на этапе снижения веса нужно стараться не увлекаться добавленными жирами. Жиров много в натуральных и естественных источниках. У меня был предыдущий эфир про жиры. Он есть на ютубе, он есть в инстаграм тв, и сейчас не хочу еще раз повторять эту тему с жирами. Я раньше съедала один авокадо в день и не понимала, почему не худею. Юль, ну да, вот у меня очень многие клиенты думают, что авокадо и сыр это крайне полезные продукты для снижения веса. Есть ли рекомендации относительно фруктов вечером перед сном? Может они как-то иначе усваиваются или при похудении нежелательно. Маргарита, Маргарита, мы с вами будем работать, у вас будут персонифицированные рекомендации, я уже думаю о них, и я вам дам, поверьте мне, очень много информации, вы устанете, моя хорошая, еще от меня ежедневно узнаете очень много, не только про фрукты. будем работать. Еще страшилки про высокий инсулиновый индекс тех яблок и многих других фруктов. Гликемический индекс, инсулиновый индекс, это все действительно страшилки. Гликемический индекс имеет место быть как фактор важный при диабете второго типа. Но еще раз, я работаю с диабетом второго типа, не так страшен черт, как его молюют. Диабет второго типа, это приобретенное заболевание и обратимое. Алена, не в тему этого выпуска, пожалуйста, проведите прямой эфир про вздутие живота от продуктов и пути решения этой проблемы. Елена, сложно провести на эту тему прямой эфир, потому что проблем и причин, которые стоят за проблемой вздутия, их очень много, очень много, начиная от реальных физиологических, заканчивая психосоматических. И очень часто я у своих клиентов наблюдаю именно психосоматику. Очень часто. И поэтому, когда мы работаем и решаем наши психологические проблемы, как правило, решается проблема со вздутиями. Но не всегда. Иногда требуется индивидуальная временная элиминационная диета, когда я смотрю в течение 6-8 недель мы придерживаемся определенного плана и стратегии питания, и потом постепенно мы вводим продукты и смотрим, смотрим, с чем у нас проблема. Это очень сложная тема. Я вам все-таки рекомендую индивидуальную работу в этом направлении. Да, про брожение много кто говорит, что нужно отдельно от еды их есть, иначе еда будет гнить и так далее. Знаете, тем, кто вам это говорит, вы им порекомендуйте взять консультацию хотя бы у одного патолога анатома. Ну уж не будет утром сказано, пускай напросятся на экскурсию в какой-нибудь морг при вскрытии. Но, к сожалению, понимаете, проблема у людей сегодня, что у них не кишечника расстройства, а головного мозга. И знаете, как я люблю говорить, у них дырки не в кишечнике, а вот там дырки. Вот с этой проблемой надо работать. У вас сегодня тон общения иной теплый, душевный. Правда? Мне кажется, я всегда душевная. На отдыхе в Таиланде или в Вьетнаме только фрукты хочется есть. Слушайте, у меня есть клиентка, которая живет в Таиланде. Ой, это вообще это такая вот выходит, вот понимаете, в свой сад, значит, этот муж ей ананас. Ой, ну это красота. Слушаю вас и балдею. Спасибо, спасибо. Мне всегда приятно, мне так приятно. Мне так приятно. Так, про смузи ответила. Да, запрет сразу вызывает дикое сопротивление. Шибанова. Ну, это другая история, значит, это другая история. Друзья, еще раз, прямые эфиры, посты, мастер-классы, это не индивидуальная работа с каждым из вас. Это не индивидуальная работа, это не индивидуальный подход. К сожалению, мы не экстрасенсы, специалисты. Я понимаю, что хочется, хочется, чтобы вот ты включил эфир, и чтобы вот ты все прям записал, и тебе прям попало в твою проблему. Но нет, нет, нет. Знаете, есть еще такой момент, у меня очень часто есть люди, которые обращаются, вот в течение, например, трех лет, у меня есть периодически, вот я получаю запрос на консультацию от одних и тех же людей в течение трех лет. Цена растет, они все пишут, они все пишут. В психоанализе, в транзактном анализе есть очень много таких психологических игр, рассматривается. И вот есть люди, которые, они специально вот для себя обращаются, обращаются, они могут менять в принципе специалистов, они не хотят на самом деле решать проблему, они каждый раз ищут подтверждение тому, что «а я так и знала, а я так и знала, что мне это не по карману, а я так и знала, что я не могу себе это позволить, а я так и знала, что она мне не поможет, а я так и знала». Это называется в транзактном анализе игра в психотерапию. Это игра. Я изначально пишу с тем, чтобы вот потом сказать всем, «я очень хочу решить эту проблему, но я не могу себе позволить этого спеца, я не могу себе его позволить, не могу, а не хочу». Ты можешь позволить себе сумку, ты можешь себе позволить курорт, ты можешь позволить себе три торта купить. Кошмар, девчонки, ну реально, мы столько тратим денег на всякую ерунду, но у нас нет денег на консультацию специалиста. Мы не хотим, мы не хотим решать свои проблемы. У лишнего веса очень часто много вторичных выгод. Очень много. Мы проведем об этом как-нибудь отдельный эфир, но я вижу этих людей, потому что пока у нее лишний вес, она несчастна, она, ей нужно помогать, ее нужно пожалеть, она много, что может в своей жизни оправдать своим лишним весом. И этот лишний вес это такой камуфляж, тема интересная очень. Поэтому, если запрет у вас вызывает дикое сопротивление, значит, вы с этим ничего не хотите делать. Алена, простите, что вообще не в тему, прям любуюсь на экран, вы красивая, картинка красивая, прям рай для глаз. Скопков, скоповка, очень даже в тему, очень даже в тему, понимаете? Вы мне настроение подняли, но как же не в тему, спасибо вам в тему. Анюточка, привет, привет, мой сладкий, я всегда так рада, когда мои клиенты меня слушают. Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о сельдереевом соке натощак. Друзья мои, я против вообще всех соков натощак. Что касается сельдереевого сока, это неплохо, если уж прям совсем вам вот ни в каком виде сельдерей не лезет, ну, сделайте себе сельдереевый сок. Ну, не надо натощак. Я уже объяснила, почему фрукты, ягоды, вот эти все соки не нужно натощак. Если лептин повышен в три раза, могу есть фрукты также свободно, либо нужны ограничения. Друзья мои, лептин – это вообще серый кардинал. Не поверите, завтра у меня будет консультация с мужчином, и с мужчиной сегодня утром разбирал его анализы. Огромный лишний вес, ожирение третьей степени, зашкаливает инсулинорезистентность. Инсулин, я не буду называть эту цифру, очень высокий. Лептин в норме. Лептин – это гормон насыщения. Лептин – это часто гормон, который повышен у тех, у кого много лишнего жира. Много лишнего жира. Поэтому, когда мы снижаем вес, у нас снижается лептин. Его совсем не обязательно сдавать для того, чтобы подбирать себе какой-то рацион или диету. Но еще раз, парадокс, вот завтра на консультации будет мужчина, у которого инсулин за 30, лептин 5. Поэтому, если у вас высокий лептин, это совсем не означает, что у вас лишний вес. И при чем тут фрукты? Сколько надо есть жиров, белков и углеводов при похудении? Юлия, я не экстрасенс. Я не знаю никаких ваших антропиометрических данных. Друзья, для того, чтобы сказать, сколько вам конкретно нужно съесть и чего, я должна собрать целый анамнез. Рост, вес, антропометрические данные, процент жира в вашем организме, биомпедансометрию. Мы должны высчитать вашу равновесную калорийность, вашу, которая, как правило, высчитывается вообще в процессе работы. Потому что даже биомпеданс дает погрешность бывает на 30-40%. Именно поэтому многие женщины думают, почему я ем на полторы тысячи килокалорий и не могу снизить вес. На мастер-классе вот как раз последним говорила об этом. Ягоды все можно кушать. Да кушайте ягоды. А я с нетерпением жду консультации. Ой, вы записаны? Здорово, здорово. Друзья, на август мы уже по-моему запись по-моему уже только на сентябрь. Немного не в тему, но спасибо вам огромное за полезные посты. Очень даже в тему. Вот все ваши благодарности, все ваши лайки и сердечки, они всегда в тему. Алена, здравствуйте, подскажите, какие виды сыров рекомендуете на снижение веса я вообще не рекомендую сыры. Ну, правда. Но высокая калорийность. Если можете себе ограничиться небольшой порцией и вписать с этот сыр свою равновесную калорийность, вписывайте любой. Меньшей жирностью обладают моцарелла, адыгейские вот такие сыры. Есть легкие сыры, где до 200 килокалорий. Обращайте внимание, есть такие сыры. Но в основном сыр это 350 калорий. Да, ты должен это понимать. Если ты можешь ограничиться там 10-20 граммов, ну, ешь, вписывай их в свою равновесную калорийность. Спасибо за эфир, действительно все в голове. Елена очень рада. Это не вид невроза, я не знаю про что вы. Причем тут нельзя позволить специалисты. Я знаю ваш аккаунт три дня, достаточно сказать работаете ли вы с такими клиентами. Шибанова, я ни в коем случае вас не хотела обидеть никак. Я работаю с клиентами, я работаю с клиентами, которые снижают вес, работаю с клиентами, которые набирают вес, которые поддерживают вес. Я работаю с людьми, у кого не клиническая форма, расстройств пищевого поведения, приступообразные, компульсивные переедания, анорексия и булимия не клинические, то есть когда у клиентки вес 25 килограммов, это не ко мне. Нервная анорексия, работаю. Я работаю с клиентами, у которых разные проблемы с кишечником, я много с чем работаю, да, поэтому подробная информация о том, с чем я работаю, есть в профиле, поэтому ни в коем случае не обижайтесь. Друзья, инстаграм меня предупреждает о том, что сейчас он меня выбросит. Я достаточно подробно рассказываю всегда, с чем я работаю, если у вас вздутие, если у вас запоры, если у вас непереносимости какие-то и неприятные ощущения в области желудочно-кишечного тракта, это то, с чем я работаю. Где границы моей компетенции заканчиваются, это я, как правило, вижу на диагностической консультации, и я понимаю, что это не моя уже, я не смогу решить эту проблему, я обязательно вам об этом скажу, и на ...